итак добрый день дамы и господа у нас сегодня на обзоре новая пушка называется сад скрытый или какой там сейчас точно скажу имба имбейше 130 тысяч дамага выдает и все такое по уязвимым местам критует всегда криты просто ой я вам сейчас все покажу все расскажу как заформить где сделать и все такое но для начала давайте как бы босса фарманем 122 вот ему уже грустно вали его на бок как говорится не добью добил ай хорошо то есть видите этот дамаг до 123 и лопнул будет аж три мода выпала какая радость так полетели отсюда вам вот сейчас буду рассказывать вам что и как и почему и почему и почему короче каждый свой обзор я начинал с того что говорил вам ребята не делайте пять штук не упарываетесь как я не будьте настолько умалишенными и все такое тут я вам скажу делайте выкиньте свой питон выкиньте все остальное и по вот это вот имба у нас за спиной называется эта пушка потайной сад короче показываю что она атака огнестрельного оружия 11 процентов плюс 11 процентов скорострельности я сюда не добавлял хотя можно в принципе емкость магазина 48 перезарядка смотрите вероятность крита какая какая вероятность крита 55 и 9 но это я наролил короче ну то есть видите 66 67 процентов и крит урон у нее максимально крит урон я пытался ей сделать и плюс что-то дополнял уроном по уязвимым местам он сейчас полторушечку пушка имба по факту просто лютейшая имба вот она у меня улучшена в четыре раза и вот пушка только для технического персонажа и пространство с пространственными я не тестил не могу сказать не знаю но для технического персонажа рейна эсма кто там еще технические есть эта пушка просто лютейшая имба вероятность срабатывания стала 50 процентов было 30 длительность 10 секунд макс зарядов 3 атака сила навыка за заряд 16 процентов блин там наверное моя вебка вот короче сила навыков за заряд 16 процентов зарядов в ней три итого 48 процентов 48 процентов плюс к силе ваших скиллов плюс также 48 процентов к силе вашей атаки если вы настакаете три заряда сила навыка плюс пять процентов и сила огнестрельного оружия тоже плюс пять процентов эту пушку я вам просто рекомендую и рекомендую ее еще плюс в с моим билдом скажем так билд имба я пытался максимально разогнать урон по билду показываю здесь у нас удлиненный ствол шанс крита сила крита дальше у нас идет точность но точность здесь только из-за того что урон от критических попаданий плюс пять процентов я гнал ее максимально в силу крита здесь у нас урон по уязвимым местам плюс 35 тоже must have очень надо здесь у нас урон от критов плюс двадцать два процента плюс два процента по уязвимым местам имба лютая лютейшая емкость магазина плюс 30 процентов плюс сила крита пять процентов настоящий боец must have ни стрельба на авось которая три секунды бесплатных пуль дает ничего другого настоящий боец при успешном попадании по уязвимым местам дает плюс десять процентов к атаке огнестрельного оружия стакается до десяти раз ну то есть вы поняли да от чего там дамаг так растет вероятность крит попаданий огнестрельным оружием плюс урон от крит попаданий огнестрельным оружием пять процентов опять же все в силу крита и получилось у нас атака огнестрельного оружия хочу сказать товарищем блин я не знаю как без мата мне трудно говорить без мата увс ваш ни на что не решает ничего не решает от слова совсем ничего не решает мне тип в комментариях написал ты бегаешь с какой-то точилкой в руках типа у тебя там двести сорок одна тысяча увс а у меня в грозовой клетке пятьсот тысяч увс увс ничего не решает от слова совсем и пособираешь эту пушку я собирал ее в шестьсот шестьдесят одну тысячу увс а она была в двенадцать раз хуже короче собираете вот такой вот билд делаете себе пять именно пять короче в чем минус этого оружия если вы одну сделаете у нее стоимость навыков плюс тридцать процентов то есть вы кидаете скил он у вас стоил 100 маны теперь он у вас будет стоить сто тридцать маны вот и типа но это критично было я пока выкачивал выфармливал пять штук был не сильно рад не сильно доволен вот такие пироги так что обязательно пять потайных садиков и ребята даст вам корейский бог рандома снисхождение и благодати ребята залетайте на стримы обязательно залетайте на стримы стримы смотрит три четыре человека видео смотрит по десять тысяч людей стараюсь делаю билды максимально делаю мощные билды выкачиваю по пять пушек то есть сами понимаете что такое рандом корейский формулю как это делается и что это делается это просто не реально но теперь быстро я вам хочу рассказать еще кое-что по поводу тому того где ее формить короче потайной сад вот этого говна я открыл пятьдесят четыре аморфных материала на пятьдесят четвертый выпал один кусок и на пятьдесят седьмой выпал один кусок формил я это дерьмо высокая сложность обычный реактор сумеречи здесь не формите в сумеречи не формите ни в коем случае я потом может это все-таки рандом может я не прав короче пусты нет не пустыня анга агиос формите в агиосе во первых очень легко чистится точка и во вторых вот здесь рядом прям босс вызывается далеко бежать не надо плюс босс очень легкий типа убить его легко в сумеречи босс блять ну он просто такой противный что нету слов ребята так что держитесь формите вот эту херню в сумеречи это просто маст хэв волокна мне насыпалось пять штук пять штук мне насыпалось вот этого волокна тоже были с ним проблемы формите в пустошах обязательно вот здесь вот вы фармите шестьдесят первый шарон и здесь открывается и сыпалась сыпалась подряд просто подряд вот по поводу вот этого окала оно я на палаче на формил то ли нет 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 реактор слияния лощина ночей нет тоже сейчас точно скажу сориентирую вас вот где я формил два кусочка осталось здесь то есть вы формите на ядовитой бабе фрейне нужные нужные ништяки здесь у вас получаете аморфики здесь босс босс тоже противный он постоянно переагревается короче все рассказал как есть здесь это с кого я формил высокая сложность спироманьяка морозность да спироманьяка а в кингстоне вообще тоже изи это формить мне с первого раза упали чертежи то есть в кингстоне формите у меня еще три штуки осталось обычно делается миссия легко ни шаром никто не нужен 054 падает дальше бежите на соседнюю локацию и вот эта херня аморфный образец тоже очень легко сыпется очень легко падает вроде как бы это все рекомендации которые можно было сказать дальше у нас на очереди эсма мне очень понравился персонаж пока его полярию потом будет билд на него гайд и прочая трясня всем огромное спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал приходите на стримы я вас молю все всем пока